Я думаю, это хорошая идея, чтобы больше появилось друзей друг у друга, больше связей. И, может, в дальнейшем эти клубы настоящий футбол сыграть товарищеский матч. Прекрасно отнесся, естественно, это интересный опыт, и очень хотел, сразу загорелся идеей и желанием поехать, обмен опытом, и, в принципе, интересно помериться своими силами. Когда я узнал, что мы будем играть с украинскими игроками из Черноморца, мне очень понравилась идея, поэтому жду большие ожидания от этих матчей. Жду победы «Динамо Бреста», конечно, и хороших эмоций. Ну, FIFA 19 пока дается тяжеловато, но я надеюсь, что со временем буду набирать и вернуть на хороший уровень. Это новость была неожиданной. За неделю до турнира мне позвонили, пригласили ребята поехать, потому что некоторых игроков черноморца, которые официально играют за клуб, не получалось по объективным причинам ехать. Ну, я, естественно, сразу согласился, это интересно. Международный опыт – это в другую страну поехать, посмотреть, почему бы и нет. Мы долго думали, на самом деле, каким образом нам подготовиться и подойти в оптимальной форме к нашему октябрьскому международному турниру, который будет проходить на стадионе «Черноморец» в Одессе. Мы определяли игроков, с которыми хотим встретиться в онлайне, в офлайне. В итоге все эти большие размышления и достаточно долгие размышления закончились следующим выводом. Мы приняли решение поиграть с ребятами из Германии и Австрии в онлайне. Речь идет о команде «Шальки-04», о ребятах из австрийских киберспортивных команд. А в оффлайне мы хотели встретиться с ребятами из «Динамо-Брест», потому что с некоторыми из ваших футболистов мы знакомы по нашему летнему турниру. Мы за вами наблюдаем, мы видим, как вы прогрессируете, нам интересны ваши новые игроки, ваши старые игроки. Учитывая то, что мы недалеко находимся друг от друга, учитывая наши дружеские отношения, которые завязались, я думаю, будут здорово развиваться уже и в этом году, и в следующем году, мы сделали предложение, получили от вас сразу быстрый положительный отклик. Нам приятно было с вами сотрудничать и будет приятно сотрудничать в дальнейшем. Поэтому мы здесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!